Субтитры сделал DimaTorzok Сайт будет в описании. А пока, ребята, покажу вам то, что есть здесь. Здесь прям так белые-белые. Софтбоксы неправильно стоят, но я думаю, все будет видно. Итак, первый у нас коробочек. Что же здесь может быть? Так, 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 так. Ну, это, конечно, заценят блогеры и те, кто снимают видео. Это вот такая вот штука. Это вставляется в софтбокс. Или просто, если вам в комнате не хватает света, и вы решили из одного патрона сделать себе суперсвет, суперстудию. Есть вот такая вот штука. Стоит это 5 баксов. У меня такие стоят же в моих софтбоксах, в которые вкручены где-то две лампочки, где-то три. Но планирую еще брать пару софтбоксов, чтобы не тягать, не переставлять. Короче, решил взять вот такую еще одну штуку. Думаю, что она всегда пригодится. Стоит 5 баксов, патрон Е27, вставляете 4 лампочки, отлично все работает. То есть, если кому нужно, знайте, что такая фигня как бы продается. Потому что есть, например, изначально для комплекта софтбоксов есть такая штука специальная, куда вы просто включите лампочку, и она включается-выключается, и она одевается на палку, на стойку, которая держит это все. Вот. И у меня было таких две штуки. И когда я понял, что одной лампочки мало, думаю, блин, это все надо переделывать, это надо переделать в софтбокс, и потом, тадам-тадам, спасибо китайцам, вкручиваю в то одно гнездо, и у меня получается вот по 4 лампочки. Все круто работает. То, что вы постоянно видите свет, это из вот таких вот двух лупер. Поехали дальше. Ой! Понял я, что это такое. Типа с какого-то ТВ-шопа. Короче, была проблема. Была проблема. В душе обломалась полка. Ну вот просто бахнулась полка, и все. И разбилась хлам, потому что, ну, она была стеклянная. Из-за того, что перезагрузили ее, короче, она разбилась. И вот в поисках что-то подобного я нашел вот такую вот штуку. Стоит это что-то в районе 7 долларов. Ого! Она огромная просто. Я думал, она меньше будет. Вот. Это вот такая вот штучка. Это полка. Она у нас не белого цвета, какого-то такого розового. Но, в принципе, мне-то все равно. Главное, чтобы держало. Надо, короче, вернуть тот вид, который был до того, как полка упала. Короче, все просто. Когда я кинулся искать полки вот отдельно в душ, я ничего не нашел, потому что отдельно они не продаются. И есть у нас вот такие вот штуки. Это у нас две присоски. Странно, как-то они только выглядят. Здесь одна. Подождите, подождите, подождите. А, она просто вот так вот одевается сюда, что ли. Вот так вот, скорее всего, просто одевается сюда. Здесь они просто две присоски. Две присоски, короче, к друг другу прицепились. Вот, одевается. И получается вот такая вот полка. Она пластиковая. На самом деле, я не знаю, то есть стоит она таких денег или нет. Но, в принципе, плюс-минус в магазине я посмотрел, то и на то получается. Поэтому это такой вариант. Если кому понравилось, выглядит это все вот так вот. Крепления довольно-таки увесистые. Я думаю, что она должна выдержать. Вот так вот. Но буду испытывать, а там посмотрю. Выдерживает 5 килограмм. Отлично. Отлично. Она пластиковая, то есть в душ можно мочить и все будет такие. Потому что есть такие полки, которые, например, в душ не прицепишь. Поехали дальше. Интересно сегодня товары. Согласитесь? Здесь каждым разом все будет креативнее и интереснее, что никогда не было. Пам-пам-пам-пам! Лайк привет! Лайко обувь пришла. Эта обувь заказывала почти во всех магазинах и с надеждой, кто быстрее пришлет посылку. Но скажу так, что вот когда-то я уже тестировал такую обувь. Не знаю, может эту будет таскать. Но, например, с других магазинов, которые приезжали, такая обувь, он не хочет таскать, не носит. Короче, стоит это 5 с копейками долларов. Ну вот, вот такая вот есть обувь. Не знаю, померяем. Будет таскать, не будет. Если что, может кому-то задарим и так далее. Потому что что-то для него много слишком обуви. Вот такие вот резиновые ботинки. Размер L ему подойдет. Ну, короче, надо будет померять. Вот. Для собаки в Китае и для кошек можно все найти. Одежда дешевая, обувь. Короче, кому нужно, всегда ищите, найдете, что хотите. Так, поехали дальше. Сейчас я вытащу вот это примерно, я понимаю, что это такое. О, а это я долго ждал. Это, ребятки, поп-фильтр для микрофона, через который я записываю или звук где-то нужно исправить или еще что-то. И чтобы не было такого и всякие лишние слюни, короче, не летели. есть такой фильтр. Сколько же он стоил? Ну, блин, доллар равновенно 8 что-то, где-то так. Но не очень он такой дорогой был. Я когда увидел, понял, что он обязательно должен быть у меня. Так, коробка вроде пустая. Вроде там больше ничего нет. Сейчас посмотрим. Прикольно. Офигенный. Слушайте, то, что нужно. Вот такое вот крепление у него. Это можно прифигачить к столу, подставить сюда. Конечно, еще в идеале нужно тогда стойку под микрофон, которая будет прикрепляться и к стойке уже можно будет прикрепить сам фильтр. О, есть над чем работать. И дабы не было лишних вот этих слюней на микрофоне и чистый был звук, есть вот такая вот штука. Кому нужно, ссылки, все ссылки будут в описании, можете переходить, заказывать. по качеству меня устраивает на 200%. Круто. Есть такое. Так. И последнее, наверное, что здесь есть. Да, больше ничего нет. Я же говорю, должны еще приезжать товары, но приедут, потом покажу. Это мышка. Мышка, ребята, как видите, непростая. Мышка стоит 10 баксов, но она так как-то прикольно выглядела, что я просто, не знаю, я решил заказать и в качестве мышки, которой я буду пользоваться. Вот. Потому что есть у меня какая-то мышка. Давно, как бы, я постоянно заказываю какие-то мышки, что-то смотрю, что-то выбираю, но вот эта мышка меня привлекла просто своим внешним видом. Видите, как это бренд Аул, Аул, что-то там, куда-то там. Вот. Аула, Аула, ЦН. Ну, короче, вот так это все открывается, как видите, здесь вам, ну, так, это типа геймерская мышка. Так, а как дальше разобрать? Как ее дальше-то разобрать? Наверное, вот здесь вот. А где нож? Нож присутствует у нас. На этом столе присутствует. Сейчас мы подрежем это все дело. так, и попробуем вытащить. Посмотрим на мышку. Вот так вот она выглядит. Здесь, как видите, бумажечки всякие, типа инструкции, типа гарантийные всякие талоны. Это обратно закидываем. Открываем. Слушайте, она выглядит, я вам скажу, прилично. за 10 баксов вот так вот. Ну, вот такая вот мышка. Вот такая мышка. Знаете, хотя, дабл клик, что мне нравится на мышках, это дабл клик, очень прикольная кнопка, если кто вот знает, если кто пользовался. Мышка, конечно, ребята, очень круто сидит. присмотритесь, если кому нужно, можете заказывать в руке, просто как влетая. Очень круто. Ну, подкину, сегодня протестирую, посмотрим, что она из себя представляет. Это можно, я думаю, убрать. Прямо с брендом она должна подсвечиваться. Короче, то, что я хотел, то и получил. Все, в принципе, на сегодня все. Вот такие вот интересные товары приехали из магазина TomTop. Все ссылки будут в описании. Еще жду посылку, может, еще что-то буду заказывать. Такой, знаете, я шарюсь, короче, по разным магазинам, выискивая, что у них есть, чем, например, то, чем, как всегда, короче, запутался. Вот, что у них есть и чего нет в других магазинах. Вот так вот, простым языком и заказываю. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, можете лайк поставить за мышку, особенно геймеры, она должна быть крутая, сейчас пойду тестировать. Ну, и, если есть блогеры, тоже ставьте лайки, потому что такая штука вам всегда пригодится. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok